Это урок о том, как создать веревку по примеру этой сцены. Если мы нажмем клавишу Z, то мы увидим то, что эта веревка, эти веревки тоже сделаны из костей. Но так как я не нашел, как в Эндорфине создать кости, я создал их в Максе. В Максе мы отправляемся в Animation Bone Tools. Здесь нажимаем кнопку Create Bones и для того, чтобы она была веревка наша ровная, можно создать привязку, например, Grid Points. Включить эту галочку. Таким образом создаем цепочку костей. Выключаем это окно, снимаем привязку. Теперь выделяем все кости и экспортируем их в формате FBX. Жмем на капу и выбираем FBX 2010. Переходим в Виндорфин. Папа, что ты делаешь? Грибы собираю. Так, здесь мы отправляемся в импорт, находим нашу веревочку, цепочку костей, то есть FBX файл. Правда, с ним прилетели какие-то вот эти потрашки. Диан, ну хватит! Я их просто удаляю. После чего веревку надо бы как-то зацепить за воздух, поэтому нужно определить, где у нее начало, где конец. С правой стороны у меня окно Note, где можно, выделяя по очереди сегменты, крайние сегменты, посмотреть, откуда начинает расти. Я создаю Constraint и привязываю первый сегмент к воздуху. Включаем имитацию и видим, что веревка работает так же, как она работает в той сцене, которую я показывал сначала. Ну и также с ней взаимодействуют другие объекты программы. И если мы нажмем клавишу Z, то тоже можно убедиться, что эта веревка состоит из костей.